Гимн России и залп из автоматов – дань памяти павшим в боях. Сегодня в День Героев Отечества на мемориальном комплексе в завокзальном районе добавилось еще одно захоронение. Теперь здесь покоится младший сержант Григорий Некрасов. Летом 41-го он ушел на фронт добровольцем, а год спустя погиб на полях сражений в далекой Карелии. Долгие годы о судьбе солдата не было известно. Лишь в этом году его останки были найдены поисковиками Северодвинска. Поисковики обратились в администрацию Сочи и Кубанинерго с просьбой оказать содействие в поиске родных и получили широкий отклик. Кубанинерго горячо поддержала идею вековечения памяти сочинского энергетика на его родине. У нас были архивные данные, которые подтвердили, что это наш бывший сотрудник, который работал на первой дизельной станции в городе Сочи. После этого было принято однозначно решение по увековечению подвига, который он совершил, будучи имея бронь и имея право не идти на фронт. Он принял для себя мужественное правильное решение. Установить личность солдата удалось благодаря медальону и ложке погибшего воина, на которой был нанесен адрес проживания. Сотрудникам сочинских электрических сетей удалось найти родственников и сегодня энергетики передали им личные вещи павшего солдата. Меня переполняет гордость просто за то, что у меня родственник такой есть, настоящий казак Некрасов. Огромное спасибо Кубанинерго за организацию такого впечатляющего мероприятия по захоронению. Портрет двоюродного дедушки, который держал в руках Александра, был написан студенткой Сочинского колледжа искусств Дарьей Сидоровой. Когда пришли в наш Сочинский колледж искусств представители из Кубанинерго и рассказали об этой теме, я очень заинтересовалась, потому что у меня у самой прадедушка его не нашли. Проводить со всеми почестями в последний путь участника Великой Отечественной войны и передать его останки родной земле пришли многие сочинцы, курсанты городских военно-патриотических клубов, юно-армейцы, представители казачества и городской администрации. Сегодня очень важный день, потому что мы в этот день героев России благодаря поисковому отряду из Северодвинска и благодаря нашим работникам Кубанинерго захораниваем останки героя Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли почти 19 тысяч сочинцев. Каждый четвертый из них погиб. Работа по поиску упавших солдат ведутся по всей стране. Защитникам Отечества, попавшим в боях, возвращаются их имена. Останки некоторых доставляют обратно на родину, поэтому на мемориальных комплексах всегда оставляют пустые места. Имя сочинца, героя воина-энергетика Некрасова Григория Николаевича уже внесено на стену мемориального комплекса воинской славы в Сочи. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.